Здравствуйте. Я из социальной службы пришла вам помочь. Ну, заходите тогда уж. Такому приветливому социальному работнику трудно отказать. Многие пожилые люди в этом не чувствуют никакого подвоха. Пускают в дом, показывают квартиру. Как раз в этот момент за работу и берутся настоящие мошенники. Так случилось и с жительницей улицы Горького. К бабушке, которой уже 90 лет, зашла женщина, как оказалось, 73-го года рождения. Эта дама представилась работником одной из соцслужб города Вологды и объяснила, что таким вот старым людям полагается помощь, полагаются льготы. Кроме этого, мошенница все время твердила пожилой женщине о новой денежной реформе и попросила показать ей денежные купюры. К счастью, основная часть пенсии на тот момент оказалась банковским вкладом, а имеющиеся в доме 3000 рублей мошенница забрала себе. Как раз в этот момент домой вернулись родственники потерпевшей. В квартиру зашел сын, который увидел, что вот такая ситуация происходит с его мамой. И он сразу же попросил женщину представиться. Та объяснила, что она является работником социальной службы. Он потребовал показать у нее соответствующие документы. Естественно, сделать она это не смогла. Мужчина сразу же набрал 0,2 и до приезда сотрудников в полицию не выпускал мошенницу из своего дома. Как оказалось, задержанная уже не раз привлекалась к уголовной ответственности. На ее счету многочисленные кражи и мошенничества. Но на этот раз свою вину женщина не признала. Хотела квартиру иметь, как с работником, чтобы за ним ухаживать. Уж правильно, я подписала квартиру. Сейчас по факту мошенничества ведется следствие. И сотрудники полиции подозревают, что эта женщина обманула ни одного пожилого человека. И в поиске других потерпевших полицейские рассчитывают на жителей Вологды. И сотрудники полиции просят всех, кто опознал данной женщине свою, обидчицу, обратиться в органы внутренних дел по телефону 70-30-14 или по телефону 02. Остальных просят быть внимательнее, отказаться от хранения в доме крупных сумм денег и не открывать незнакомым людям двери. Такие правила помогут спасти Вологжан от рук мошенников. Кроме этого, родственники пожилых людей должны чаще рассказывать своим родителям, как вести себя в данной ситуации, проверять у незнакомых гостей документы, звонить в управление социальной защиты с вопросом, а действительно ли у них работает такой сотрудник. А в случае появления в доме подозрительных людей, сразу звонить в полицию. Мария Поздеева, Артем Смирнов, Вологда, Портал.